Короче, всем привет! С вами капитан Дон Вирус, команда Sunrise. Там находится ДСАФ. Мы едем на какой? На четвертый этап УКО ДСАФ по дрифту. Автоураган. Ограничение скорости 60 км в час. Началось все с того, что нам надо было помыть тачку и переобуть колеса, как и все дрифтеры. Колеса я переобул. Так же, как они сейчас будут переобуваться, я их переобул в октябре. На зиму, потому что мы поедем на городских колесах. И, короче, начал готовить тачку к соревнованиям. Хотя, как ее готовить? Она готова всегда. И из приключений, вчера я оторвал болт на одном колесе. Сейчас, чтобы пройти, тихо будем гаечку туда втыкать. Они не спалят, потому что они не смотрят. И что, сегодня я поехал качать колеса на шинку. Шинчик мне накачал два колеса, у него пропала там компрессия в его компрессоре. И, короче, третье колесо я спалил, что он сделал, видишь, что накачал. А четвертое, я ему уже сказал, бля, мужик, ну не наебуй меня. Он говорит, да, базару нет, типа, я тебе накачал три. Поэтому вот соревновательная дрочь. Я еще даже не зарегался, она уже началась. Вот ДСА-чик родной. И в этот раз Альтеза туда заедет, ебать. На легальных позициях. Короче, если вкратце, расклад у нас следующий. По итогу сезона мы идем плотно на втором месте. На первое нам уже не попасть. Мы так вчера считали. Если у нас два человека сегодня займет первое-второе, А пацаны из какой команды? Формула Дрифт Омск вообще катапультируются и в топ-32 отлетят. По-моему, даже в этом раскладе мы либо будем наравне, либо не хватит нам все равно. Поэтому вот соревнуемся с Дрифт Конторой, чтобы им второе место не отдавать, пацаны. Не обессудьте. Вот. И, короче, и все. За нас сегодня выступает Никита Карпов, Серега Буковский. И я третий просто по приколу хочу залететь на квалю. Вот. Ну и Серега Тарачев тоже будет четвертый получается. Поэтому посмотрим, до чего мы дойдем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У меня техосмотр, либо действующий есть. Сейчас поедем на тренировку, нам надо понять, а вообще что происходит, и поедем ли мы на третьей передаче, либо на четвертой. Плюс надо решить вопрос с давлением. Все едут 1,5. Иди сюда. У меня в трех колесах 2,4, а в четвертом я не знаю сколько. Сколько давления надо делать? Блядь, Серега, я не знаю. У меня 2,4. Ну это дохуя, наверное. Двушечка пойдет. Карп сказал 1,6, ебаный. Ну, блядь, ты с карпом не сравнил. Ну, у меня же у меня не разуются они, блядь. Нет, я на полторашке еду тоже. Да? Ну а что, на полторашке зацепа много будет или что? Ну да, ну попробуй спуститься. А, шипы у меня не спрячутся, надо будет. Блядь. У тебя новая резина? Нет. А где ты взял? Ну, это моя прошлогодняя, но я на задние колеса по городу ездил спокойно только. А, ты ездил по городу? Ну, конечно, конечно. Ну, это хуево. Ну, блядь. Вот, рекенда, дрифта Сергея Быковский помогает с колесами, как я ему помогал всегда, когда мы на кресле ездили. Никогда не поменял. Ни разу не перебувал колеса, да, тебе? Да, братан. Как первый тренировочный заезд прошел? Короче, в первом заезде нас развернуло, чего следовало ожидать, но я на самом деле думал, так не будет. Держак хуевый, колеса, блядь, по льду не едут. Сейчас мы, блядь, подсказочкой воспользовались, знающего человека. Только я не знаю, может он, блядь, на грехе мне мог специально учет. Ты сейчас ездишь? Ну, сейчас там, по Кирковскому. Говорят, одна по Кирковскому. Правильно. У кого-то, две, у кого-то одна. Только пустим. Да? Вопросов нет. Всем все понятно по заданию вопросов нет. Тогда у меня вопрос. Почему постановка у нас не до фишки происходит, а где-то посередине отсадивого участка? Так же на выходе, когда мы второй раз уже идем на финиш, приезжают все, ну, большая часть пилотов у нас куда-то после. Проходит в Омской области, собственно, на мотодроме ДСААФ. Меня зовут Данил Вожевский, я буду вашим сегодняшним комментатором, а с моей спиной уважаемые судьи. И я так полагаю, что нужно начинать, потому что первый пилот у нас уже на старте. Это легендно омского уличного дрифта Дон Вирус. Дон Вирус выступает сегодня на своей альтезе под номером участника 72. Ну вот, теперь точно можно считать наши соревнования на сегодня открытыми. Дон Вирус ставится в первую дугу. Стаскивает, стаскивает. Ай-яй-яй-яй-яй! Есть контакт с Бруствером минус Банкер. Видимо, все-таки лед ДСААФа гораздо более скользкий, нежели на городских улицах. И случились вот-вот такие траблы. Интересно сейчас, на чем держится Банкер. Ну, в целом, если бы не тысячок в первой дуге, то было бы прекрасно. Едет боком. Товарищи судьи, а у нас сегодня есть пристрелочная попытка или сразу в бой? Сразу в бой сегодня едут пилоты. Две попытки. Поэтому во второй у Дон Вируса шанса на ошибку уже не будет. Сергей, скажи нам, пожалуйста, после своего заезда, где ты берешь клипсы для бампера? Потому что такая надежная фиксация может не только позавидовать. И выезжает на свою вторую попытку Дон Вирус. Будем надеяться, что в этот раз ошибки он не допустит. Потому что права на ошибку, собственно, уже нет. Надо показывать результат. Разгоняйся! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ну, е-мое! Получается, что первый пилот, который открывал сегодня наше соревнование, Дон Вирус, к сожалению, не проходит дальше. Очевидно, за вторую попытку тоже ноль случился. Разворот в первой дуге. Но мы пожелаем ему удачи и будем ждать его в следующем сезоне. И ведь стабильно же держится дальше. Вот, потом хорошо же едет, все нормально. Вот, решил шоу показать Дон Вирус сейчас. Он все-таки решил одолеть эту дугу. Захотел проехать ее вновь. Ну, получилось же, но что-то сразу-то нельзя было, что ли. Да ну, е-мое! Настоящий шоумэнт. Охуенно, я бахнул 360 на десате, и мне за это ничего не было. Самое эпичное охуенно. Я, короче, понял, первый раз, когда ехал, у меня вообще держака не было. Ну, пока мы колеса не спустились, сейчас я еду, газую, чувствую, оно не ставится. Я думаю, ну нахуй, уже в пол хуярю, оно ставится, я еду. А ну, в конце там же вообще нихуя, там скользко пиздец. И хуярю, хуярю, блядь. У меня надо, тебе надо развернуть шwoodшую тушень. Сейчас я Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Поэтому надо, чтобы он там тоже выиграл Вот, поэтому интрига идет Альтеза уже без двух бамперов Все, как бы, ну, надо заканчивать сезон Красочно Субтитры сделал DimaTorzok А на старте у нас номер 71 Сергей Тарачев у нас лидирует Гаванов Владислав догоняет Ох, как близко Сергей Тарачев поставился сразу в базу к Владиславу Очень слога Вот это агрессия Я бы даже сказал, что на сегодняшний день Это самая жирная была постановка в базных заездах Там в миллиметражах друг от друга были пилоты Пилит, пилит, пилит Номер 74 Тарачев Сергей проходит дальше А на старт выезжает у нас номер 36 Глеб Шаап и номер 55 Сергей Быковский Глеб, уходя, обещал, что он будет ехать по широкой Сейчас проверим Попоставился хорошо, широко Но Сергей Быковский куда-то лезет на обгон Вдруг внезапно Лидерца в базе у Глеба Прям очень-то близенько И Глеб при этом в дураке Как отжим, будет чертить Траекторию судейского задания Ну и смотрите, как обещал По широкой попер Молодец Сергей при этом не отстает ни капельки Не чувствует никакого дискомфорта И на протяжении всего заезда находится у Глеба в двери Только вот там на постановке Маленько заборщил, обогнать хотел Но не беда Глеб держится близко Сергей соблюдает траекторию Опа, молодцы Сейчас главное Сергею не уйти на узкую Тут нужно ехать очень широко Сергей молодец Проходит по широкой Не знаю, кто из них будет шире Тут мой взгляд может оказаться неточным Не буду субить Но в целом One more time дали судьи Сергею Быковскому, который целый этим двигает По судейским заданиям Задача широко Не чертить трейд Хорошая близкая перекладка Слышу, как судьи считают ошибки пилота Номер 55 Сергей Быковский проходит дальше А наставки у нас Афанасий Фантон Номер 44 И номер 70 Гармон Египет Ставь Aye Ей-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй Как близко поставился Никита Там просто в миллиметрах пролетал На постановке от банкера Антона Меня поражает, как рулит Никита Он такой, на чиле, на расслабоне Одной рукой, спокойно Как сидит в развал И себе там фидалирует Да, замечательно просто Никита, в общем, если посмотреть через стекло То он будто бы вообще не напрягается Номер 70 Карпов Никита проходит дальше Да, но он ебнет постановку Такую пленку Он прям ее ебасит Типа, чтобы не внутрь, не заползти А на старт у нас выезжают Зайцев Андрей И Быковский Сергей Номер 55 Проходит дальше На старт у нас выезжают Карачев Сергей И Леншин Матвей Леншин Матвей 1-0-1 Лезет на Нарачитова внутряк Сергей Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй Кажется, это была Афибка второго пилота Кажется, я знаю, кто победил Леншин Матвей 0-1 Дальше Случилось непоправимое Серега Быковский у нас Решил разозлиться И начал ехать круто К четвертому этапу Сейчас, как мы видим На старте у нас Карпов Никита С Сергеем Быковским Я надеюсь, что Серега все-таки Уступит Никите Потому что Никита будет бороться За чемпионство Этого сезона И эта победа ему нужна Но, как бы Подстав никаких нет Кто как приедет Так и приедет Продолжение следует... Номер 70 Никита Карпов Проходит дальше А на старте у нас Карпов Никита Против Дмитрия Депутатова Против Дмитрия Депутатова Редактор субтитров А.Семнер Прекиня Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok набухали. А, Буховский забрал кубок. Куда, эй? На базу! Пиздец, я сейчас еду лучше, чем на Куальне. Все как 7 тысяч раз, блядь. Сейчас держак охуенный. Нахуя колеса спускал, а ты туда просто реально подъебался сам, блядь, на середине своих рук. Вот и закончился дрифт сезон 2021-2022. Зимний. Команда Sunrise второе место, Никита Карпов первое место. Поэтому будем разбирать наши ошибки, будем смотреть, почему два Сереги только к четвертому этапу начали куда-то ехать. Надо еще отметить команду Дрифт Контору, которые собрались в этом сезоне очень неплохо. Вот, поэтому смотрите видос, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Для нас это очень важно. Все наши 1522 подписчика, по-моему, ценим каждого. Вот, потому что если даже вас не будет, вообще ничего не останется. Вот, впереди лето, будем давить стильбом, снимать летние пятаки, потому что летний Дрифт тяжело снять, я думаю. И какие-нибудь обзоры. Вообще, короче, в комментах пишите, что вы хотели бы видеть на нашем канале. А мы постараемся это реализовать. Вот сегодня, как вы просили, я бахнул на этой сезоне. Как получилось, так получилось. Все, всех обнял. Спасибо всем, кто смотрел весь сезон. Спасибо всем, кто с нами участвовал, снимал, помогал. Вообще, всем. Команда Сонрайс. Команда Сонрайс.